70 тысяч человек в России готовы объявить себя банкротами в рамке нового закона о банкротстве физлиц, который вступил в силу с 1 октября. Это данные за последние несколько суток. Меньше, чем предполагали эксперты, но, полагаю, еще не вечер. Специалисты же уверены, что большого наплыва банкротства не будет. Многих остановит получение самого статуса банкрота, а многих ограничение в получении будущих кредитов. 46 тысяч россиян готовы переехать в Крым, и более миллиона ищут там работу. Такие данные получил поисковик Яндекс. В месяц количество запросов с формулировкой «переехать в Крым» порой превышает 2,5 тысячи. До присоединения полуострова их было в 10 раз меньше. Более 90% запросов приходит от россиян, при этом 17% из московского региона. Около 4% запросов поступает от жителей Украины и еще 6% из других стран СНГ. На форумах желающие переехать отмечают, что уровень зарплат в Крыму несколько ниже, чем в среднем по России. При этом зарплаты бюджетникам подняли до уровня России и даже кому-то выше. Цены уже вплотную приблизились к российским, а также цены на недвижимость действительно выросли. ТрансАэро потянет за собой более тысячи региональных туроператоров. Все потому, что Аэрофлот, взявший на себя разбор ситуации с перевозками, не досчитался билетов туристов компании Библиоглобус. Сейчас с компанией ведутся переговоры и от их скорости и результата зависит, сколько сторонних региональных турфирм прикажут долго жить. Компании выступали как агенты Библиоглобуса и в случае его банкротства также закроются. Ситуацию может усложнить и быстрый процесс банкротства ТрансАэро. Эксперты надеются, что процесс будет происходить более плавно и продуманно. В этом случае у рынка есть шанс адаптироваться. Между тем, ситуацию с Библиоглобусом и ТрансАэро держат на заметке агентство Турпомощь. Это были все новости экономики. Я передаю слово Сергею Кизоркину.